Тема моего доклада очень узкая. Если определить место этой методики лечения меланом, местно-десеминированной, то она между радикальным хирургическим лечением и лекарственной терапией, иммунотерапией, только что сейчас мы говорили, и паллиативной. Совершенно верно, Лев Владимирович, потому что если создается впечатление, что это метод радикальной терапии, то, хочу вас огорчить, это не так. Мы начали этим делом заниматься с 2004 года, и мы поначалу были только литературные сведения, знали, что и как, а что выйдет на самом деле, мы это не знали. Прошли мы через всё, в том числе через летальные исходы. И вот цель исследования – улучшение результатов, и в том числе улучшение качества жизни этих пациентов, потому что, когда местно-десеминированной меланома конечности, чаще всего это нижние конечности, верхние – это крайне редкий случай, это невыносимо. И, соответственно, отсюда и задачи, которые перед собой мы ставили в начале исследования. И кратко я вам хочу всем напомнить, краткую историю развития этого метода, он с прошлого века, с 50-х годов. И история его развития такова, что идея именно введения препаратов внутриартериально именно вылилась дальше в изолирно-регионарной перфузии. А с развитием техники, появления, особенно аппарата искусственного кровообращения, этот метод резко пошёл вперёд, технология его ускорилась. И если говорить о отечественных исследователях, которые первые, это был Николай Николаевич Трапезников со своими коллегами, это начало 70-х годов, когда ещё Лёв Вадимович говорил в своём докладе, что две меланом-групп, которые были в 60-х годах, это Николай Николаевич Трапезников со своими коллегами и Роберт Иванович. Именно тогда возникла идея о проведении перфузии при меланомах, но эта технология того времени и отсутствие современных препаратов не давала больших результатов. В Москве году Николай Николаевич Трапезников, а в Ленинграде Анатолий Скажевич Левит. Затем с развитием технологий всё, и технологии, которые мы сейчас применяем, применяются во всём мире, это основоположник изолирной гернат перфузии, это Эгермунд. Препараты, которые применяются именно для этой процедуры и при меланомии, это Милфолан. И затем, чуть позже к нему присоединился препарат факторов некроза опухолей. Чуть ниже я остановлюсь, потому что будут возникнуть вопросы. В нашем исследовании мы взяли две группы пациентов. Это группа пациентов, которые 45% с местной семейной нервной меланомой кожи и 54% контрольная группа, которые просто чисто хирургическое лечение. Значит, тут по полувозрасту и местный рецидив. И этапы, я быстренько пройдусь, это выделение сосудов, канюляция, заполнение объёма перфузата, изоляция конечностей от системного кровотока и присоединение к сосудистой системе. И последний этап, это этап отмывка и удаление канюля из сосудистого русла. Значит, это вся техника, которая применяется при этой процедуре. Сразу скажу, что это техника наша отечественная и в частности то, что применяется у нас в институте, который сами разработали, сами применяем. Значит, это принципиальная схема, вот я говорил, все те 8-9 этапов, которые были. Тут принципиальная схема, где указывается артерия вена, жгут для отделения. То есть из общего сосудистого русла, значит, только изолирная перфузия, значит, идёт термометр, монитор, бионасос и оксигенатор. Почему оксигенатор? Чуть дальше я объясню. Значит, мелфалант, как я сказал, основной препарат, который применяется. Значит, и здесь методика определения дозы для верхней и нижней конечностей. И гипертермия обязательно, потому что если у нас в институте ещё вторая технология, если это изолирная перфузия лёгкого, то там только норма термической перфузии. А при изолирной перфузии конечностей умеренная гипертермия, прошу прощения, гипертермия от 40 до 41 градусов. Мы применяли разные режимы, начиная от 40 до 47. Мы и пришли к убеждению, что вот это оптимальная температура для применения при данной методике. Значит, мы в процессе исследования на начальном этапе брали разные образцы перфузии раствора из венозной системы артериальной конечностей. И забор, значит, из перфузата, а также из системного я определяли, значит, чуть дальше это будет, парциальное давление кислорода и СО2. Значит, тут непосредственные результаты, которые мы у 45 процентов, видно, что частичный ответ у 25 и стабилизация у 20 больных. Значит, здесь уже более близко конкретный клинический случай. То, что мы говорили именно о состоянии этих пациентов, значит, тут это через 14 дней после изолирной перфузии. И здесь уже это, тут я немножко неправильно сказал, это 5-14 и 2 дня было. Вот другой случай. Пациент, который именно проходит с местной диссеминированной меланомы, это до начала перфузии, это двое разных больных, но это все нижние конечности. И здесь также разные варианты есть диссеминации меланомы на нижних конечностях. И тут можно сказать, что можно этим больным сделать именно хирургическим способом, а ничего тут не сделаешь, кроме как предложить пациенту калечную операцию, которая абсолютно здесь не оправдана. В процессе лечения ТСМ мы анализировали токсичность у этих пациентов. Значит, у нас, начиная от самого начала, с 2004 года и по нынешний год, у нас основной степени было первой и второй степени, как видно. И один пациент был с третьей степенью, но это на ранних стадиях нашего исследования. Значит, и тут указана также гематологическая токсичность, которая также определялась вот уже и второй, третьей, четвертой степени, меньше, но в основном это первая и третья степень гематологической токсичности. Если сейчас зададите мне вопрос, что сейчас, то, естественно, по проведению уже такого большого количества, 45%, у нас вот здесь и здесь у нас этой токсичности уже третий, четвертый у нас не наблюдается. Значит, тут я вот говорил, просто потому что на принципиальной схеме, если помните, там оксигенатор, для чего он нам нужен, потому что система анализа газов в изолированные конечности и в системной кровотоке, они все у нас были одинаковые, что представлено вот здесь на этой таблице. Притом мы измеряли как в артериальной магистрали, так и в венозной магистрали. И здесь то же самое, но уже именно, что мы видим, что статистически это все параметры абсолютно достоверны. Значит, и здесь же определяется, есть ли сброс, нет ли сброса мелфолана в системный кровоток. И плюс к тому, мы исследовали состояние мелфолана в перфузате. И мы видим, что мелфолан начинает изменяться, начиная с пятой минуты. И концентрация, если было бы здесь, видимо, 11,5, то к 60-й минуте осталось только 2,9. То есть практически там чистого мелфолана в чистом виде его уже нет, а есть, а все в системном кровотоке, то есть в изолированном кровотоке только его окислы мелфолана. Здесь сравнительная оценка, то, что я говорил, именно парциальное давление кислорода и углекислого газа. Значит, период наблюдения, как я уже сказал, с 2004 по 2013 год. Средний медиан, наблюдаясь, у нас пациентов было 23, при том здесь видно разброс 5-50 месяцев. Из этой всей когорты живы 15 пациентов и 8 без признаков опухолепоражения, а 7 с наличием местно распространенного опухолепроцесса без признаков одоленного метастазирования. Уважаемые коллеги, я еще раз повторю, вот эти цифры, не воспринимайте их, что это результат именно проведенной изолированной региональной перфузии. Это если разобраться с этими пациентами, то эти пациенты по распространению по конечностям и той стадии заболеваний, которые были у этих пациентов, абсолютно разные. Поэтому здесь, может быть, изолированная перфузия как-то, да не как-то, она именно включила свои действия в иммунную систему пациента, так как мы наблюдаем ее по аналогии, если можно так сказать, с самоизлечившейся меланомой. Вот, Лев Владимирович, может задать мне вопрос, в чем особенности перфузии, потому что в Челябинске он мне задал такой вопрос. Значит, здесь вот пациент до перфузии, 10 суток после первой перфузии мы сейчас уже набираем группу, у нас уже группа есть 10 пациентов, у которых не одна перфузия, а два перфузия. И с этого года мы набираем пациентов, правда с осторожностью, которые перенесли три перфузии. Здесь 10 суток после видим, что уже те, вот та картина, что была активной, вот узлы, которые были, вот-вот они сейчас уже изъязвлятся, есть места уже изъязвленные, то после 10 суток видим, что вот нету того натяжения эпителия над опухолевыми узлами, есть уже участки склерозирных, которые видно на глаз, и начинают уменьшаться узлы. Смотрите, какая картина через месяц после перфузии, здесь практически живой опухолевой ткани, мы здесь не наблюдаем. И через 6 месяцев, повторяю, через 6 месяцев рецидив, то есть изъязвление, и вновь два узла начали пролиферировать. И вот смотрите, после второй перфузии, это эта же пациентка, смотрите, какая картина, здесь узел, который был изъязвлен, смотрите, каких он размеров, отсутствует его рост, и фиброз по всей площади поражения. Год после первой перфузии. Пациентка была у нас уже, это самое есть, полтора года после перфузии, картина вот такая же абсолютно. Значит, другая пациентка, это не одна и та же пациентка, это до перфузии, год после уже второй перфузии, это уже вторая перфузия. И хочу здесь заметить, что если у той пациентки две перфузии были только мелфоланом, то вот этой пациентке, здесь мы набираем другую группу, которую вместе с мелфоланом добавляем уже и космоген. И вот картина, которую мы имеем через год. То есть если у той пациентки, если помните, через 6 месяцев был рецидив, местный рецидив после перфузии, то здесь год отсутствия рецидива. Здесь я не буду дать объяснение по этому поводу, потому что я сказал, что это не является основным методом лечения этих пациентов, а именно улучшение качества жизни этих пациентов и достижение стабилизации, именно местной стабилизации, но не общей. Потому что пациенты, которые у нас были с метастазами, отдаленными метастазами, регионарными метастазами, мы пациентов берем всех с регионарными метастазами, выполняем операцию дикена на той или другой стороне, и потом выполняем изолированную перфузию. На выводах я не буду останавливаться, потому что, я думаю, если есть вопросы, я на них отвечу. Спасибо. Георгий Иванович, спасибо большое. Я сначала сам задам вопрос, а потом, хорошо, вы будете тоже, потому что тут важно нам разобраться вообще в этом вот направлении. Вы можете сказать, что в современном отрезке времени являетесь лидером, потому что в вашем институте эта технология уже существует достаточно давно. Десять лет. Вот. А когда мы подсоединились и стали то же самое хотеть сделать, Давыдов нас начал критиковать. Зачем вы это делаете? Вы же не вылечите этой процедурой никого. Я тогда вышел и сказал, что качество жизни этих пациентов настолько удручающее. И часто бывает, что транзитная метастаза единственное проявление болезни, что она должна быть, даже несмотря на то, что она не будет давать улучшению общей выживаемости. Другое дело, что не надо повсеместно, чтобы были перфузиологи, которые будут заниматься, потому что таких больных мало. И в этой связи у меня к вам вопрос немножко, не совсем, может быть, непосредственно по результатам. А вот вам не кажется, и вообще ваше мнение, что транзитные метастазы часто появляются после того, как раньше пациент подвергался удалению лимфатического коллектора? Конечно, согласен с этим, Вадимович. Дело в том, что мы, когда оперируем уже пациентов, имея региональный метастаз, определяемый метастаз, мы выполняем лимфоденектомию, эти метастазы есть. Я сам неоднократно убеждал свои личные практики, потому что вот выполняешь операцию Дюкена, а через недели-две-три пациент говорит, а у меня тут шишечка. И анализировав всё задним числом, я понимаю, что к тому моменту, когда была выполнена лимфоденектомия, клинически мы на это не обращаем внимания. И потом, именно у этих пациентов, в том числе, именно место диссиминированное, и транспортный метастаз, на который даже онкологи обращают, порой пропускают это мимо. Самое интересное, что вот я давно уже наблюдаю, что лимфоденектомия может провоцировать, в последующем она создает некий блок, и вот это всё там вырастает. Но в работах, которые можно почитать иностранные публикации, там никогда не говорится о том, что это может быть фактором провоцирующим, потому что в чистом виде транзитные метастазы тоже могут появиться без какого-либо там вмешательства на походной области. Но это бывает редко. И самое интересное, что вот в те давние годы, тогда, когда было исследование RTC, они удаляли метастазы и тут же делали профилактическую перфузию. Но она показала, что она ничего не даёт. Она не работает, совершенно верно. И потом, Лев Вадимович, я хочу сказать, кто из онкологов будет признаваться, что ну да, я ошибся, и не надо было делать эту лимфоденектомию. И тут прозвучал вопрос Виталию Викторовичу, вопрос, надо ли делать профилактическую лимфоденектомию. Нет, не нужно, потому что это уже было доказано. Вот возвращаемся обратно к исторической, это самое, к меланом группе, профессор Веронезе, Николай Николаевич Трапезник, как и Роберт Иванович Вагнер, они на большом материале доказали, что не надо профилактическую лимфоденектомию её делать. Именно из-за того блока, который мы сами потом вызываем местную диссиминацию, если бы этого не было. Но в том транспортном метастазе, как Вы сказали, он и так себе проявит. Теперь, если можете, разрешите маленькую ремарку в отношении Михаила Ивановича Давыдова, то, что он сказал. Вот после, как он увидел эффект, я Тимур Ковальевича это знаю, увидел эффект, но ему показали, они тоже схитрили, показали пациентам, которые применили ТНФ-альфа. И когда то, что было, всё исчезло, он, конечно, согласился. И результатом, если Вы помните, 30 января этого года было приглашение на Московском обществе онкологов, где мы с профессором Лерчиком делали два доклада по перфузе. И тогда Михаил Иванович присутствовал на заседании, но он не задал ни одного вопроса. А вот второй вопрос, который я хотел бы Вас о чём спросить. Видите ли Вы эффективность лечения в зависимости от массы поражения, то, что существует? Конечно, несомненно, Леонид Владимирович. Потому что, если мы поначалу, как делали, брали две группы, у одной иссякали и проводили перфузию, у другой, мне иссякали, проводили только чисто перфузию, то во второй группе результаты куда намного хуже, и рецидивы появлялись очень рано. То есть, чем меньше опухолевая масса, тем больше эффективность перфузии. И ещё один вопрос. Я так понимаю, что поскольку ТНФ у нас не всегда может быть в руках, и вообще это очень сложный, интересный, правда, препарат, Вы заменяете его космогеном сейчас? Да, дело в том, что на меня-то сподвигло, знаете, что работы австралийских коллег, там они чаще всего... Это ТНФ, да? Да, 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 да. Они чаще всего, они отказались от региональной перфузии, они делают региональную инфузию. Потому что вот по конечности, ведь не вся конечность поражена, понимаете, и тогда они проводят, но они проводят только чистым космогеном, у них получаются результаты где-то 45%. Ну близкие вообще. Близкие, да, совершенно верно. И тогда у меня возникла мысль, а почему мы не можем к мелфолану, они же работают вместе, они не антагонисты, нельзя ли их вместе в перфузате. И получается вот такие результаты. У меня нет большой группы, это 10 только пациентов, я пока что-либо говорить не могу. А вот тогда ещё один вопрос, вот перфузия или инфузия? Потому что сейчас есть очень большая... Есть, да, совершенно верно, совершенно верно. Больных, которые были для инфузии, я могу только по пальцам, считать из 45 пациентов, которые здесь представил, беда общая, Лев Владимирович, потому что больные к нам приходят, когда уже вот такая нога, когда распад, кровоизлияние, запах и всё остальное. Больные, которые я сужу по журнальным статьям, то, что показывают в журнале, ну там очень мелкие рецидивы, которые, допустим, они находятся на стадии, допустим, стопа, голень до подколенной ямки. Тогда, конечно, делается эта инфузия, незачем травмировать всю конечность и всю кровеносную систему конечностей, если мы предполагаем, что будем ещё вторую и третью инфузию, либо перфузию. Пожалуйста, ваш вопрос вы хотели. Нет? Я все задал вопросы. Пожалуйста, доктор. Микрофон возьмите, пожалуйста. Я понял вопрос, да-да-да. Никак часто, 100% нету отдельной перфузии, нету отдельной гипертермии, только с гипертермией. Ещё вопросы? Спасибо большое. Прекрасный доклад. Мы сами соучастники доклада, поэтому хвалить не надо. И видел ваши работы наглядные. Действительно, результаты потрясают. И всегда я на каждой конференции стараюсь упомянуть, когда говорят, что занимается только Роза Блохина. Я говорю, нет, не только Роза Блохина, а занимается ещё Георгий Иванович. Георгий Иванович, вот ваши отношения, сейчас всё больше за рубежом склоняются к такой палеотивной процедуре при транспортных метастазах, отдалённых метастазах, к электрохимическому лизису с присоединением иммунотерапии. Вот такая палеотивная процедура. Вот ваши отношения. Возможно она конкурировать с региональной перфузией? Думаю, что нет, Виталий Иванович. Это не конкурирует, это методы, дополняющие друг друга. Только. И никак, тут конкуренции быть не может. Потому что мы, потому что, извините, перебью, мы, что в одном, что в другом случае, мы стараемся продлить жизнь этого пациента и улучшить его качество жизни. А вот я к вам двоим тогда, поскольку вы же вместе работаете. А у вас есть электрохимиотерапия? У нас в институте нету. Я просто имел одного пациента, и у нас тоже, да? И он был послан за рубеж, потому что один из моих коллег за рубежом сказал, да пусть приедет, мы ему сделаем очень хорошо. Все кончилось очень плохо. У него была, правда, очень плохая локализация промежностная. Там возникла жуткая рана, которая не заживала, и потом вырос рецидив и т.д. И вот если уже мы говорим о электрохимиотерапии, то для нее подбор это единичный вот эти вот метаншазы маленького размера. Чтобы избежать токсичности перфузии, сделать электрохимию, а во всех остальных случаях она ее не заменит. Леонид Вадимович, я могу, вы-то помните, ну, Виталий, наверное, тоже помнит электрокоагуляторы, которые были аналогы на лампах и все прочее. И когда коагулировал точку, казалось бы, но там потом зона ожога, допустим, если точка 1-2 миллиметра, зона ожога вокруг до 3 сантиметров, так вот электрохимия тоже самая аналогия, если можно провести. Это совершенно согласен с вами, совершенно согласен. Мы сейчас находимся вообще в части дискуссии, поэтому я стимулирую эту дискуссию, задавайте вопросы. Вот в этой части, может быть, я и сам мог бы прокомментировать, поскольку я так понимаю, здесь не только онкологи, которые работают в вашем институте, не только те, которые работают в онкодиспансере, здесь есть и группа людей, которые приехали из региона северо-западного, так ведь, да? Мне кажется, что очень важным, вот маленьким, но практичным взглядом является то обстоятельство, что если вы наблюдаете больных, которые лечатся по поводу меланомы, и у которых были проведены манипуляции на лимфобутях, наблюдать тщательнее конечности, потому что чем раньше будет выявлена вот эта не очень частая патология, тем больше и эффективнее будет то, что можно будет применить в плане перфузии и получить очень хороший результат. Вот это очень важно именно с точки наблюдения, зрения наблюдения за пациентами, которые находятся на разных этапах лечебных и получили что-то хирургическое в том числе. Они должны наблюдаться, на мой взгляд, Леонид Вадимович, раз в месяц, не раз в три месяца, а полгода, именно каждый месяц. Каждый месяц. Да, тем более, если у них очень неблагоприятные были первичные показатели первичного очага. Совершенно верно. И было много метастазов в лимфобутах. Это однозначно, это самая-самая будет группа риска, которая потом начнет вот это делать. И еще я хотел добавить, уважаемые коллеги, эти пациенты должны лечиться в учреждениях, которые оборудованы соответственным образом, имеют по этому опыт. Я не к тому, что не призываю вас, вот, ах, мы тоже хотим и будем делать. Не нужно этого делать. Эти пациенты очень мало. Направляйте. Либо к нам в институт, либо в онкоцентр на отделение общей онкологии. Потому что это два центра, которые есть в стране. По регионам это единицы. Будет один больной, два больных. А тешить свое самолюбие и еще раз не обижайтесь на меня о том, что, ах, я сделал, я все буду. На втором, на третьем пациенте будет летальный исход. Поэтому лучше за это не браться. Это очень тяжкий труд, это очень кропотливый труд, это мультидисциплинарный труд, потому что это не участвует, только хирургическая бригада. Подумаешь, законнилирует, законнилирует сосуды и все. Но дальше начинаются совершенно другие проблемы. Тут нужен и анестезиолог, который мог это проследить. И тут нужен очень высококвалифицированный перфузиолог, который, к сожалению, не везде есть. Даже в таком большом городе, как в Санкт-Петербурге. – Георгий Иванович, теперь позвольте, я вот переключусь, поскольку все-таки маленькую дискуссию мы должны сделать, да? Мы сейчас оставим тему перфузи, а вы оставайтесь там, потому что я сейчас кое-что прокомментирую, и, может быть, вы продолжите. – Спасибо. – Я хотел бы по лимфоузлам, биопсиста живых лимфатических узлов. У нас ведь какая ситуация возникла? Все мы хорошо знаем, что поэтому сделано в мире, и нет споров, это надо делать. Но у нас какие-то особенности есть внутри нашей страны, у нас проблемы с радиоколлоидным препаратом, и из-за этого мы это не делаем повсеместно. И в этой ситуации, мне кажется, тоже очень важно для практикующего и практического применения помнить о том, что, да, меланома, которая была удалена там местно, она потом может выстрелить в лимфатические коллекторы, и если не было сделано биопсии сторожевого лимфоузла, то надо развивать диагностику ультразвуковую раннего поражения лимфатических узлов. Потому что в этой проблеме есть две составляющие. Сугубо научная, когда ловит и поиск одной клетки, и она называется метастазом. И сугубо практическая. Чем раньше вы определите лимфатический узел, который содержит болезнь, даже если он будет 5 мм, это гораздо лучше, чем если это будет 2 см. Тут еще можно говорить о том, что, вот, нет, сейчас, извините. Дело в том, что вот альтернатива радиозатопной исследовании именно сигнального лимфоузла, я с Леонидомом не говорил, это ультразвуковой аппарат экспертного класса, я повторяю, экспертного класса, и к нему экспертного класса сонографист. Я вас уверяю, что процент расхождения, ошибок не будет. Но когда все медицинские учреждения наводнены именно высококлассными аппаратами экспертного класса, а там специалиста нет, тогда извините. Более того, выполнение изотопного исследования стражевых узлов везде и всюду абсолютно это не показано. И я еще в поддержку этого вот что скажу. Мы проводили года три назад в Москве конференцию, там приезжал Агерман, мы часто это делали. Значит, у него был там один слайд, где он сказал, что в перспективе эта методика отойдет. Имея в виду достаточно эффективную методику, которую Кристиан Войт разработала и где они там по Европе это сделали, да, вот. И у меня такое создается впечатление, что мы, поскольку полноценно не занимаемся этим, да, так и не будем заниматься, потому что в скорой перспективе она будет заменена. То есть, когда мы до этого дойдем, там уже откажутся. И вот я не зря на слайде показал, где Гермон, понимаете, он, который развил на сегодняшний уровень метод изолирования эргенотоперфузии, вот последние его доклады и последний доклад на АСКО, и на ЭСМО, где он выступал, он приезжал в прошлом году к нам здесь в Санкт-Петербург на съезде, он не говорил ни слова ни про перфузию, ни про диагностики, он полностью ушел именно в иммунотерапии и в таргетной терапии. Это не... Коллеги, чтобы вы знали, значит, Александр Гермон, сейчас он директор института Гюстава Руси в Париже, он избран, а до этого он работал в Голландии, в Роттердаме, в Голландии и частично и в Бельгии. У них там тандем такой был, именно группы, которые занимаются изолированные перфузии. Более того, если немножко от этого отвлечься, его сын, Александр Гермон, младший, который в национальном раковой институте, поначалу он там тоже, если помните, Левадим начал заниматься перфузией, сейчас он от этого полностью отошел. То есть я к тому, что мы догоняем. Тогда, когда все уже начинают это отходить. Поэтому вот сейчас, мне кажется, очень важно, ну да, мы не были соучастниками многих процессов вот в фарватере, допустим, биопсии сторожевого лимфоузла. Если у нас будет это все в руках, надо это делать. А если это не будет, надо развивать альтернативные вещи. Ведь для нас важен выход для пациента, правильно? То есть диагностика, ранняя диагностика, она важна. Вот и все. Будет она сделана одним методом или другим, в практическом плане не играет роли. А вот то, что они делают, там, одна клетка, там, это же чистая наука, абсолютно. И там можно запутаться, что одна клетка, это метастаз, который будет обязательно, ведь с их же позиции, они дают там, что при одной клетке выживаемость лучше, чем при двух клетках и так далее. А где гарантия, что эти клетки, они живые, способны и дальше размножаться? Конечно. Ну, Максим, ну давайте. Дискуссант, мы же не против вас, мы за. Дело все в том, он не работает, да? Да вас слышно. Дело все в том, что у меня был слайд, когда говорил о критериях отбора пациентов для всей стекального листажевого лимфатического узла. И там одним из пунктов прозвучало, что невозможность каким-либо иным способом оценить состояние лимфатических узлов. То есть, действительно, вариантом выбора, если мы делаем УЗИ, ну мы всегда стараемся, то есть, то, что люди приходят с УЗИ, региональный листический узлов, к нам из города, мы это УЗИ не учитываем. Мы всегда переделываем и булав. Все правильно, все правильно. Потому что нету подозрения, то есть, есть гипоэхогенные включения, в которые действительно можно попасть, пропунктируют, то это вариант выбора, безусловно. Но мне очень сомнительно, что однажды вот существующих аппарат УЗИ ставят настолько точно, что сможет действительно микроскопические змеи. Аппарат для спиртного класса, они могут мерить в пределах миллиметра. А все-таки вот доли миллиметра... Да нам достаточно пять миллиметров будет. Пять миллиметров достаточно. Это не надо пропунктировать. Это уже микрометастаз. Ну и что это? Ну и одна клетка тоже микрометастаз. Если он вырастет, когда его можно будет мультировать? Я совершенно уверен. Нет, для нас, вот для нас, практикующих товарищей, нам важно, чтобы не дать вырасти этому метастазу до одного сантиметра. Вот это важно. Потому что все равно это уложится в стадию там 3А, да, будет, или какая-то будет стадия. 5 миллиметров это уже... Понимаете, а довести до 5 сантиметров это не УЗИ, уже ничего не будет. А у нас вообще нет таких пациентов. Они все приходят с 3-4 и вот таким брикетом. Поэтому УЗИ региональный гневматический круг каждые 3 месяца. Или чаще даже. Или даже чаще. Вот мне кажется, надо чаще это делать. Чаще, чаще. Мы придерживаемся где-то каких-то догм. 3 раза в месяц. А что, УЗИ очень легко сделать. Если у пациента исходно плохие показатели, его надо тщательнее наблюдать. То есть, первичная стадия болезни, она должна от нас потребовать такую рекомендацию, что мы рекомендуем вам делать УЗИ раз в месяц. Тогда мы будем иметь более-менее ранние стадии метастатические. Если исторически вернуть обратно, я помню, когда пришел в институт в 1973 году, и как раз уже были результаты Миланской группы, то есть Возовская группа, которая есть, меня и учили, что больных после оперативного лечения и сечения радикальные сечения Миланома первый год смотреть каждый месяц. Но сейчас... А сейчас мы так не говорим. А сейчас уже не говорим. Не говорим. Более того, я же помню, сколько было, скажем так, разборок, в кавычках, на утренней конференции, когда Роберту Ивановичу докладывали о том, что вот истекли Миланома, когда он задал вопрос, а сколько отступили от краев, и если не услышал слово 5 сантиметров, это была буря. Да, правильно, мы сейчас уже отошли, потому что не нужно 5 сантиметров, можно и ограничиться 2-2,5 сантиметра, но вот многое из того, чего было, должно оставаться и сейчас, именно на настоящее время и именно у нас в стране. И самое главное, что если мы получим и создадим такую когорту пациентов, у которых будет небольшое, невыраженное метастазирование, это скажется на более эффективной адювантной терапии, о чем тоже нужно помнить, потому что Обязательно. Взгляд ведь такой, что мелкие, малые, микрометастазы, вот именно это то самое состояние, когда адювантная терапия интерфероном сработает лучше всего. Ну, я не знаю, наверное, уже можно закончить, а то у нас мы... Вы можете пока с полноценными или в том, что здесь такой вот вопрос от хирурга, лидеру движения, лидеру химиотерапевтического движения в Санкт-Петербурге, да? Вот большой процент сейчас пациентов начинает изучиться за рубежом. И первые в линии проходят за рубежом. Витальевич, это коммерческая составляющая, поэтому лучше здесь не обсуждать. пациенты приезжают из Раэль, Германия, уже сготовленный результат. Я возвращаюсь в барах мутации. Насколько приемлемо у нас, например, принимать их результаты, которые выполнены там? Вот насколько приемлемо вы готовы начать какое-то лечение при... Можно я отвечу. Виталий Викторович, когда Евгений Нович здесь читал свою лекцию и когда ему задавали аналогичный вопрос, он сказал, он говорит, что да, можно верить, но не на 100%, потому что они ставят узкую линию, узкую панель по выявлению тех или иных мутаций. То есть, по большому счету, вы должны основываться на собственных уже... Я считаю, что да. И на наших возможностях. Я думаю, что это очень большое значение имеет. Но мы сегодня по бравмутациям еще будем говорить о применении веморофениба, поэтому остановимся, думаю, на этих вопросах. Обычно ведь те, кто ездят и получают там консультацию, они уже приезжают с пачкой препарата и уже его пьют, если это мутация позитивная. И они от нас уже мало что могут получить, потому что у нас проблемы с обеспечением, если только не клиническое исследование. А вот тут есть проблема, потому что они уже не могут стать соучастниками клинического исследования. Поэтому ездить туда и рекомендовать, это, я думаю, что не самое правильное, если не только само желание человека. Ну вот по-другому и не сказать.